Кремль объявил газовую войну Европе, сократил поставки топлива до минимума. Суточная производительность Северного потока-1 упал до 33 миллионов кубометров газа в сутки. Объем прокачки составляет не более 20% от мощности трубопровода. До зимы осталось уже не так много времени и нет никаких гарантий, что Россия в любой момент вообще не остановит поставки. Что тогда? Неужели Европу ждет холод в домах, повышение цен, кризис в промышленности? По версии «Газпрома» у Северного потока-1 неожиданно сломалась еще одна турбина. Как сообщила компания, на компрессорной станции «Портовая» остановлен третий газоперекачивающий агрегат в связи с окончанием срока межремонтной наработки. И это при том, что газопровод уже останавливали на ремонт. Совпадение? Сейчас тоже ситуация все-таки более находится в площади, скажем так, технического аспекта, потому что, в принципе, те турбины следующие, они тоже все находятся, скажем так, в режиме постоянных ремонтных работ. То есть это не значит, что с ними что-то плохо, да. Это значит то, что никто раньше просто не замечал этого вопроса, я бы так сказал. Сейчас, конечно же, на фоне конфликта, санкций и ситуации с газом в целом, да, то есть уменьшение транспортировки газа со стороны России именно по Ямал-Европа газопровод, который через Белоруссию и Польшу идет, через Украину тоже сокращение произошло практически, скажем так, на хороших 20 процентов. И, соответственно, вот на Северный поток первый, да, он уменьшил прокачку газа. Поэтому, скажем так, можно в этом ключе видеть и политическую составляющую. По сути, этим действием, сокращая поставки газа, Кремль развенчивает миф о надежности России как поставщика голубого топлива. Газпром всегда выполнял, выполняет и намерен выполнять все свои обязательства. То, что наши партнеры перекладывают или пытаются переложить свои собственные ошибки на Россию, на Газпром, это не имеет по собой никаких оснований. Северный поток-1 – это основной газопровод, по которому российский газ поступает в Германию и другие страны Евросоюза. Его плановая мощность – 167 миллионов кубометров в сутки. С июня Газпром начал снижать объемы прокачки газа, объясняя это необходимостью ремонта турбин, который затруднен из-за международных санкций против России. Сначала мощность упала до 100 миллионов кубометров в сутки, а затем до 67 миллионов, а теперь до 33 миллионов кубометров. На сегодня те остатки еще былого метода шантажа – шантаж газом, газовым вентилем, откроем, закроем, чуть-чуть приоткроем. Вот этот метод уже фактически себя исчерпывает, поскольку большинство европейских стран и Европейский Союз как объединение стран уже реализовывает график постепенного отказа или уже полного отказа от российского газа. Большинство стран Европы уже говорят, что эту зиму они хотят прожить без российского газа. И как максимум в следующем году все европейские страны по своим графикам отказа от российского газа, абсолютно все европейские страны в 2023 году уже полностью откажутся от российского газа, независимо от того, будет ли принят еще какой-то пакет санкций, нефтевое, газовое, эмбарго или не будет. Турбины «Газпрома» произведены германской фирмой «Сименс». Их техническое обслуживание производится в Канаде. Обе страны присоединились к антироссийским санкциям из-за войны против Украины. Турбина, которая могла бы заменить остановленную, до сих пор находится в пути из Канады, где ее ремонтировали. Вопреки санкциям власти Германии уговорили канадское правительство вернуть агрегаты в течение двух лет, обслуживать оборудование для северного потока. Но на сей раз претензии возникли у «Газпрома». Компания заявила, что получила только часть документов об исключении санкции газотурбинных двигателей для своих компрессорных станций. Мол, поступившие бумаги не снимают все риски. Остаются вопросы по поводу санкций ЕС и Великобритании, от которых зависят как ремонт турбин, так и их поставки в Россию. Ситуация на энергетическом рынке вот этим летом действительно возникла очень опасная и критичная. И в чем-то даже парадоксально. Потому что вот сами европейцы, они не вводили санкции по газу и не планировали этого сделать. Они решили постепенно снижать потребление российского газа. Отказались, вот Германия отказалась от «Северного потока-2» в связи с началом большой войны России против Украины. Слава Богу, что как бы пошли хотя бы на эти шаги. Но проблема была в том, что Германия и ряд других европейских стран слишком сильно зависели от российского газа и не могли одномоментно от него отказаться. Поэтому для себя они сформировали такую стратегию постепенно вот за два года, за два с половиной года отказаться от российского газа и перейти на закупки жиженого газа. Но летом возникла очень неожиданная ситуация. Россия решила сыграть на опережение, прекратила поставки газа по газопроводу «Северный поток-1». Вроде бы по техническим причинам. С 11 по 21 июля на «Северном потоке» уже проводился плановый ремонт. И в Европе опасались, что по его окончании Россия не возобновит поставки. «Газпром» вернул их на уровень 40 процентов, как и до ремонта. Однако Путин предупредил, что снижение снова возможно, если возвращение турбины из Канады задержится. «Теперь нам говорят, что скоро мы получим эту машину из Канады. Но официальных документов на этот счет пока у «Газпрома» нет. И мы, конечно, должны их получить, потому что это наша собственность. Это собственность «Газпрома». «Газпрома» должен получить не только метал, не только машину, но и документы. И юридические документы, и техническую документацию. «Газпрома» должны понимать, что «Газпрома» верит, в каком состоянии машина пришла, и в каком ее юридический статус. Она под санкциями, не под санкциями, что если выйдет, завтра, может, и заберут». На Западе все больше уверены, что до конца лета Путин, вероятно, будет держать Европу в состоянии постоянной паники, применяя стратегию постоянных отключений, чтобы не позволить сформировать достаточные запасы газа, пока Россия не объявляла о намерении полностью остановить экспорт газа в Европу. Вместо этого она разными способами ограничивает поставки. По данным агентства Bloomberg, со ссылкой на источники, близкие к российским властям, Кремль будет держать поставки газа в Европу на минимуме, пока ЕС не отменит санкции. Невозможность европейских компаний вот здесь и сейчас на месте, да, там «Онзэспот», как говорят на английском языке, то есть вот в эту минуту, да, отказаться от российского газа, и, соответственно, сейчас вот эта история, повторюсь, вокруг северного потока первого турбина, да, она может стать таким детонатором, да, для последующего рассыпания санкций вообще. Всех. Это даже уже не касается только газа, потому что по газу санкций по большому счету и нет. То есть это санкции, там, частичная эмбарга на нефть, там, санкции на другие виды, там, продукции. В принципе, мы увидели, что по зерну вот такая, как бы, другой момент, да, но он очень показательный. То есть Соединенные Штаты Америки, они сняли санкции, там, на продовольственные программы, на удобрения, да, которые поступают на мировой рынок из России. То есть вот такие компромиссы, да, мы их уже видим сейчас. То есть это правда. Власти Германии в сокращении поставок газа усматривают политическую подоплеку. Министр экономики Роберт Хабек напрямую обвинил Россию в использовании газа в качестве оружия. Стратегия хозяина Кремля очевидна. Он пытается ослабить огромную поддержку Украины и вбить клин в европейское общество. Сменщик Путина на президентском посту Дмитрий Медведев начал прямо угрожать европейцам. Мол, это вам ответ за помощь Украине. Скоро холода. Замерзните. Вспомнили, что зиму никто не отменял, а альтернативные поставки газа, нефти и угля дороги или просто нереальны? Осознали, как трудно сидеть на трех стульях. Типа мы и Украине помогаем, и России вредим. Но и своя экономика, и люди тоже не чужие. Путин не решился пойти на полный энергетический разрыв с Европой. Видимо, это все-таки достаточно опасно, рискованно для России. И это может разрушить последующую переговорную игру. Вот здесь можно провести аналогии с тамбульскими договоренностями по зерну. Я думаю, что это действительно взаимосвязанные элементы переговорного процесса. И там, и там Путин шантажирует, шантажирует Запад, где-то Европейский союз, где-то Запад в целом, где-то мировое сообщество в целом, вот как по зерну. Но при этом он пытается показать, что с ним можно договариваться. Что он готов к компромиссам, готов к договоренностям. Такой же сигнал был послан на днях через Виктора Орбана, венгерского премьера, главного друга Путина в Европейском Союзе. Вот эти заявления Орбана о том, что санкции не работают и нужно искать новую стратегию. А стратегия – это договоренности с Россией. Выбор времени для начала российского газового наступления обусловлен особенностями европейского рынка газа. Спрос на него носит сезонный характер. В средиземноморских странах пик потребления приходится на лето, когда активно используются кондиционеры. В остальной Европе основное потребление идет зимой, во время отопительного сезона. Европа потребляет в среднем 130 миллиардов кубометров газа с апреля по сентябрь и 270 миллиардов с октября по март. Соответственно, ЕС наиболее уязвим к перебоям в поставках газа зимой, на пике спроса. Газовый шантаж РФ можно рассматривать как стимул ужесточения санкционного пакета ЕС, считает президент Украины. Владимир Зеленский уверен, что необходимо максимально разрывать торговые связи с Россией. Потому что каждая такая связь – это потенциальное средство давления России. Сегодня мы увидели очередные газовые погрозы Европе, даже при поступке, что до турбины для певничного потока. Россия не собирается восстановить поставки газа европейским странам, как она обязана за контрактом. Все это делается Россией специально, чтобы европейцам было максимально сложно подготовиться до зимы. И это отвертая газовая война, которую Россия ведет против объединенной Европы. Само так это нужно принимать. Спотовые цены на газ в Европе бьют все новые рекорды, превращая газовый рынок в один из главных фронтов в геоэкономическом противостоянии России и Запада. Из очередного сокращения поставок котировка голубого топлива выросла до около 1900 долларов за 1000 кубометров. Августовские контракты подорожали более чем на 10%. А Запад вот они шантажируют в такой специфической форме от провоцирования продовольственного кризиса до энергетического кризиса. Причем энергетический кризис, прежде всего на газовом рынке, Россия начала провоцировать еще с прошлого года. Потому что в этом плане это такая специфическая игра России. Вот нас они принуждают к миру, якобы к миру, в кавычках, путем полномасштабной войны. А Запад они пытаются принудить к договоренностям на своих условиях через провоцирование разнообразных кризисов. Экономических кризисов, энергетических, продовольственных и так далее. В Европе готовятся жить без российского газа. Страны Евросоюза договорились, что в период с 1 августа 2022 года по 3 марта 2023 года сократят потребление газа на 15% от своего среднего показателя за последние 5 лет. Цель снижения сэкономить в преддверии зимы, чтобы подготовиться к возможным перебоям с поставками газа из России, которая постоянно использует энергоносители в качестве оружия. В Совете ЕС подчеркнули, что страны могут снижать потребление газа, используя меры, которые не затрагивают домохозяйство, медицинские службы, армию и критически важные предприятия. В ЕС осознают, что российский газовый шантаж – признак отчаяния. Кремль скрывает проигрыш в экономике. В самые лучшие времена Россия продавала газ на европейский рынок, приблизительно в объеме, получая денег, около миллиарда долларов в день. Она потеряет вот такой рынок. То есть это около 350-400 миллиардов долларов в год. Вот это результат прямой экономический тех всех действий, вот этой гибридной войны, которую Россия вела уже десятками лет. И против Украины, и против фактически всего мира. Как минимум против Европы. Вот теперь Европа отказалась от российского сначала угля, потом электроэнергии, потом газа, нефти, а теперь еще и газа. То есть в общем потери для России, европейского рынка, только по энергетическим продуктам – это около 600 миллиардов долларов. Сокращая объем поставок природного газа, Путин наносит катастрофический удар прежде всего по собственной экономике. Эксперты говорят, что Россия нуждается в европейском рынке гораздо больше, чем мир нуждается в российских энергоресурсах. В прошлом году Европа импортировала 46% энергоресурсов из России, в то время как экспорт в Европу составил 83% всего объема российского экспорта. Газовые налоги обеспечивали около 10% поступлений федерального бюджета РФ. Для сравнения, доля нефти достигала 30%. Если Россия прекратит продавать газ в Европу, то бюджет недосчитается примерно 40 миллиардов долларов. Для российских властей это, конечно, существенная сумма, хоть и меньше нефтяных доходов. Хотя сейчас Россия компенсирует сокращение поставок за счет более высоких цен за газ. Где-то сокращение может составить, скажем так, ну может 20 миллиардов кубометров. То есть вот 150 минус 20, будет 130. То есть вот эти 20 миллиардов, та цена, которая выросла на газ, на нефть, ну на газ, если так сказать, если мы говорим о нем, она компенсирует, скажем, ту потерю, тот минус, который компания недопоставит на рынке. Разворот на восток – один из любимых тезисов Путина. Но российский газовый экспорт опирается на сеть газопроводов, подавляющее большинство которых проложено в Европу. Их нельзя подключить к формирующейся трубопроводной сети, связывающей Восточную Сибирь с Азией. Эта сеть имеет пропускную способность всего 10% от европейской. На завершение проектов строительства азиатских газопроводов потребуются годы, а их финансирование обойдется России в огромные суммы. Кремль уже зарыл миллиарды в Северный поток-2. Сейчас он гниет на дне Балтийского моря. Это даже понимает путинский премьер. Предстоит серьезно диверсифицировать экспорт. Прежде всего, за счет переориентации в Азиатско-Тихоокеанский регион, разумеется, с сохранением торговых связей с дружественными странами на прежних площадках. И для этого необходимо развивать транспортную инфраструктуру, строить новые, расширять действующие газы и нефтепроводы, модернизировать железнодорожное сообщение, ну и, конечно, создавать портовые мощности и перевалочные базы. Сейчас Кремль пытается показать, что западные страны сами создают проблемы с поставками российского газа, в то время как Россия, наоборот, делает все возможное для соблюдения действующих соглашений. Путин шантажирует Европу, делает ставку на раскол европейских стран, но европейские политики едины в своих действиях. Странам удается частично компенсировать снижение поставок из России за счет увеличения импорта из Норвегии и закупок сжиженного газа. Газовый шантаж Путина только подталкивает Запад к поиску альтернативных источников поставок и ускоряет время полного отказа от российских энергоносителей. Субтитры создавал DimaTorzok